Ну вот это уже крупняк, тут уже взрослые игры, тут уже все по-серьезному, это флагман Xiaomi 13T, да-да, дорогие друзья, это, можно сказать, флагманский телефон, который Xiaomi умеют делать хорошим, да, они умеют делать хорошими бюджетные телефоны, среднебюджетные и флагманы тоже они научились делать. Так вот, этот телефон сделан в сотрудничестве с компанией Leica, которая занимается фотографиями, да, фототехникой, они помогали настраивать камеру на этом телефоне. Коробка белая, простая, минималистичная, телефон с поддержкой 5G, 13T, бывает еще улучшенная версия 13T Pro, но она дороже, а это дешевле, то есть это такой бюджетный флагман, флагман на минималках или лайт флагман, давайте смотреть. Итак, у меня версия 8.256, цвет черный, открываю коробку, уже сразу по коробке видно, что это не самый тонкий комплект, который может быть, то есть там по-любому должен быть блок питания, в отличие от Samsung и Apple, где этого нет. Тут меня встречает такой конверт с большой надписью Xiaomi, по-моему они увеличили шрифт, раньше этот шрифт был меньше, ну ладно, это такая маленькая деталь. Здесь у нас чехол силиконовый, документы и скрепка, чтобы открыть сим-латок, то есть все привычно для Xiaomi. Дальше лежит сам телефон, быстрая зарядка 67 Вт, фирменная Xiaomi, во многих других моделях она также была в комплекте и кабель USB Type-C, то есть вообще ничего нового, то есть все привычно, все понятно, ну а с другой стороны, что нового еще можно добавить? Все, что надо, все есть. Так, сам телефон, Leica Professional Camera System, Powered by 67 Вт Turbo Charging, батарея 5000, обратите внимание, IP68, это полноценная защита от воды, это значит, что телефон переживет погружение в воду, это значит, что уже можно не переживать, если вдруг он у вас куда-то упал. 144 Гц AMOLED дисплей и, конечно же, флагманский 4-х нанометровый процессор. Выглядит очень интересно, очень интригующе, я думаю, этот телефон компания Xiaomi будет продавать в больших количествах, особенно если будут какие-то еще распродажи, скидки, в общем, какие-то акционные ценники, люди будут его себе брать, по-любому. Да что я церемонюсь-то, хватит это, хватит это аккуратно распаковывать, я уже хочу быстрее получить доступ к телефону. Так, задняя наклейка, ух ты, выглядит он по-дорогому, по-дорогому, просто черная крышка, глянцевая, без каких-либо украшательств, огромный блок с камерами, здесь всего три камеры, раз, два и три, третья вообще еле-еле заметная. Камера на такой возвышенности, на такой ступеньке, как вы видели, да, ступенечка немаленькая. Вверху у нас есть второй динамик, инфракрасный порт, о, подождите, нет, это что такое, это микрофон, походу, или это динамик, короче, где-то микрофон, где-то динамик, вот это, наверное, динамик, это микрофон. Инфракрасный порт, внизу разъем для зарядки динамик и сим-лоток, справа кнопка включения, качелька громкости, слева ничего нет. Комплект можно убрать, все, что нужно есть, и давайте посмотрим, что за сим-лоток. Кстати, на экран уже наклеена защитная пленка с завода. Открываю сим-лоток, и здесь должна быть поддержка двух сим-карт, формата нано самых маленьких, а вот флешку сюда вставить нельзя, потому что это уже флагманская модель. Флешки, они не подразумевают, что вы будете ставить, потому что во флагманах и так много внутренней памяти. сим-1, сим-2, все отлично, и теперь запускаю телефон, кнопка включения маленькая, узкая, это значит, что в ней не встроен сканер, а сканер вмонтирован прямо в экран, как у флагманов. Кому-то нравится, кому-то не нравится, но это у всех флагманов так. Так, запускаю, ну давай, Xiaomi, появился логотип Powered by Android. Ну, не знаю, мне кажется, слишком как-то простовато он выглядит сзади, может быть, кому-то такой минимализм нравится, но как будто чего-то не хватает. Как вам, ребят, такой дизайн? Ну, какой-то он слишком простой, на мой взгляд, вообще простой, вот прям предельно простой. Вообще ничего, просто тупо черный. Сейчас я уже отвык от таких телефонов, сейчас все стараются выделиться, а здесь как будто вот наоборот. Нарочно, против всех трендов, против всей моды, против каких-то всех интересных цветов. Просто взяли, сказали, а мы просто черный сделаем, и пофигу нам на все. Никаких узоров дополнительных, никакой интересной текстуры, просто черный телефон. Итак, обои рабочего стола тоже темные, не видно ни фронталку, ни рамки какие здесь, но форма у него такая приятная, тактильно, то есть мне его приятно держать в руке, он не гигантский, руку не колет, то есть, ну, он удобно лежит в руке, ну, не утыкается в руку углами, то есть вообще нормально. И достаточно легкий телефон, на удивление. Ну, реально, он не тяжелый, это точно. Экран здесь с диагональю 6,67 дюйма, разрешение 2712 на 1220, и частота обновления 144 Гц. Экран, кстати, очень яркий, мне показалось, что у него белый цвет, прям максимально белый. По рамкам могу так сказать, что рамки тоже очень маленькие, рамки маленькие, и экран как будто плоский, но чуть-чуть все-таки есть небольшое совсем скругление по краям. Нижняя рамочка очень маленькая, аккуратная, красивая. Вот мне нравится именно качество, сочность экрана, экран очень яркий, очень такой, прям по-настоящему белый, то есть мне нравится, как он откалиброван. В настройках можно выбрать темную тему, светлую тему, яркость отрегулировать. У меня сейчас максимум, это вот минимальная яркость, это максимальный диапазон регулировки довольно большой. Режим чтения включить-выключить. Ну и самое главное, частота. Частота максимально высокая, 144 Гц. Можно выбрать вручную, можно выбрать 60, либо до 144. Я включу по умолчанию, пускай он сам типа. Все настраивает. Итак, вот такой вот экран. Экран хороший, яркий, классный. Мне кажется, это максимально удобный сейчас экран, который только можно сделать. Надо поставить какие-то обои более светлые, чтобы были видны отчетливо рамки. Так, смотрите, какие здесь есть фирменные обои. Вот этих обоев я не видел нигде, кроме как на этом телефоне. Это, видимо, фирменные, специальные. А это уже стандартные обои MIUI, которые на многих других телефонах встречаются. Давайте какую-нибудь вот такую вот светлую картинку поставим на оба экрана. Так. Оп. О, так-то лучше. Сейчас видно и фронтальную камеру, и рамки. Сзади, как я понимаю, установлено стекло очень прочное. А вот рамка боковина сделана из пластика, из обычного пластика. Еще, еще, глава пиар-службы Xiaomi Даниэль Дежарле, он знаете, что заявил по поводу 13T и 13T Pro? Что эти телефоны получат 4 обновления операционной системы Android, а также 5 лет обновлений безопасности. То есть, как я понимаю, 13-й Android уже из коробки, 14-й он получит, 15-й, 16-й, 17-й, если правильно понимать слова этого человека, который там работает. 4 Android мы получим. То есть, они заявляют, что они его будут обновлять долго. А на пятый год они перестанут его обновлять, но будут обновлять еще патчи безопасности, чтобы латать дыры в безопасности этого телефона. То есть, вы можете его рассчитывать на долгую перспективу, брать его и знать, что ближайшие 4 года вас не кинут по обновлениям, вы будете получать все новый и новый софт. Главное, чтобы он не становился хуже и работа телефона не становилась на нем хуже, потому что люди боятся обновляться порой. Бывает так, что вышла новая прошивка, а люди боятся просто обновляться, потому что много случаев бывает, что хуже начинает даже телефон работать. Вроде как новая прошивка должна стать все лучше, энергопотребление, быстрота, какие-то новые функции. А порой бывает, что немножко хуже, потом придется ждать апдейтов. Ну, короче, вы сами все это знаете. Главное, чтобы не становилось устройство хуже со временем, а то можно его хоть бесконечно обновлять. Главное, чтобы было только лучше. Итак, что у нас здесь по железу? А железо здесь, можно сказать, реально флагманского уровня. Здесь установлен процессор, который был сделан эксклюзивно для Xiaomi. Это Dimensity 8200 Ultra. Есть обычный 8200, а здесь 8200 Ultra. Эксклюзивная модификация специально для Xiaomi, разработанная компанией Mediatek. Частота у нас 3.1 ГГц, 8 ядер, 4 мощных ядра, 4 энергоэффективных. Видеоядрышка Mali-G610, ну и памяти 8.256 в моей модификации. Телефон поддерживает оперативную память LPDDR5 и быструю память UFS 3.1. Вот такие вот результаты бенчмарков. Я проверил его в троттлинг-тесте в обычном режиме работы, без режима повышенной производительности. И он показал отличный результат. То есть он не троттлит более чем на 20%. Даже в самом конце теста он примерно троттлил на 10%. Для такого мощного процессора, для такой высокой частоты 3.1 ГГц это хороший показатель. Реально. Дальше, следующий тест это скорость памяти 1170 МБ на чтение и 624 на запись соответствует стандарту UFS 3.1. Уже выше 1000, это значит UFS 3.1. Меньше 1000, там 500, 600 UFS 2.2. И бывает еще выше, там UFS 4.0 на самых крутых флагманах. Там еще выше скорость. В Antutu чуточку не добрал до миллиона, жалко. Было бы круто, если был бы миллион баллов. А так чуть-чуть не хватает, да? 928 тысяч. А так бы ты мог говорить, у меня миллион в Antutu. А у тебя сколько? А тут 900. Но греется он до 45 градусов и 4% теряет. Немало. Греется, кстати, немало. Обратите внимание, во время начала теста он был 32 градуса. И Antutu, ну сколько он проходит тест? Ну минут 7-8, наверное, тест шел. Ну да, 7-8 где-то вот так. Недолго он идет. И он нагрелся на 12,5 градусов во время прохождения. Но Antutu задействует телефон полностью. Там очень сложный графический тест. То есть он его полностью нагружает. Я не знаю, какая игра еще может так сильно загрузить телефон, как Antutu загружает. Наверное, сейчас таких игр нет с такой графикой, как у Antutu видеотест. То есть, ну в реальности я не знаю, что вам нужно сделать, чтобы он так сильно нагрелся. Только, наверное, самую продвинутую игру на самых высоких настройках, чтобы он так нагрелся. Так, дальше. NFC-модуль. Ну, понятное дело, что в таком телефоне во флагманском просто не могли эту функцию забыть или убрать куда-то. Ну и сенсор на 10 касаний. Максимальный уровень графики в PUBG. Ну, конечно, этот телефон можно назвать игровым, потому что здесь производительность позволяет играть в игры на высоких настройках. И несколько лет будет позволять это делать. Процессор новый, свежий, мощный, энергоэффективный. Сделан по современному как в процессе. Он даже у меня не попал. Слушайте, а это... Звук-то громкий. Звук реально стерео. Только вот это динамик. Вот это динамик. Че тут у него? А ничего нету особо у него тут. Ничего особо и нету. Так, начал только играть, пока нагрева не чувствуется на телефоне. Пока он прям такой холодный. Но вот пальцы, конечно, отпечатки остаются на задней панели очень сильно. Ляпается он прям быстро. Теперь поговорим о камерах. Главная камера 50 мегапикселей. Sony AMX 707. Довольно крупный датчик изображения. 50 мегапикселей, апертура f1.9 и размер датчика 1 к 1 и 28. То есть это реально большой крупный модуль. Вторая камера это ширик на 12 мегапикселей. Да, 12 мегапикселей. Фронталка 20 мегапикселей. Sony AMX 596. А что вот это за третья камера? Давайте посмотрим. Итак, вот что мы можем сделать. Переключиться на 0.6х. Сделать 1х. 2х. И максимальный зум здесь 20-кратный. Да, 20-кратный цифровой. Видео телефон умеет записывать 4К 30 FPS. Меня немножко удивило, почему не 60. Но 4К 30. Если вы хотите 60 FPS, вам придется снизить качество до Full HD. И тогда у вас будет 60 FPS. С оптической стабилизацией. Также можно еще включить дополнительную стабилизацию. И даже стабилизация Pro. Но тогда вообще качество падает до Full HD 30 кадров в секунду. С фронтальной камеры мы можем снимать тоже Full HD 30 кадров или HD всего лишь. 60 кадров недоступно. К сожалению, к большому такого здесь нет. И 4К тоже нет. Вот так вот. Но качество фронтальной камеры даже при Full HD радует. Очень качественную картинку он дает. Потому что сама камера тоже неплохая. Так, ну и давайте посмотрим, что немножко другой какой-то интерфейс. Не могу привыкнуть. Здесь вот переключатель Leica. Стиль Leica Authentic. Или стиль Leica Vibrant. Немножко отличаются, как будто в этом стиле Leica Authentic. Фотки более темные какие-то. Но Leica помогала именно в настройках камеры. Цветопередача, там все вот эта контрастность, яркость. Что можно сделать? Можно включить искусственный интеллект, таймер. Это что такое вспомогательная камера? Это какой-то Wi-Fi камера. Да не нужно мне это. Можно даже водяной знак поставить. Следящий автофокус. Стиль Leica. Здесь, кстати, тоже на задней крышке написано Leica. Так, ну ладно. Давайте посмотрим на качество все-таки. Включить 50 мегапикселей можно в настройках. Пункт еще 50 MP. Так. Оптостаб работает. Хорошо работает. Четко держит картинку. Фокусировка на баллоне и фото. Так, ну смотрим. О, ребята. А текст-то не виден. Текст-то сливается. Интересно. Ну-ка, если сам себя. Оп, готова фотка. Смотрим. Это я сфотал сам себя. Ох, то и как светло получилось. Посмотрите, даже можно в глазу рассмотреть какие-то эти сосудики. Ну, вот как-то так. 50 мегапикселей. Да, тут уже получше, конечно. Тут уже прям сильно получше, чем дальний объект. И даже такой некий блюр заднего фона присутствует. Хотя я не в портретном режиме снимаю. Ну-ка, в портретнике. Ширик снимает с приближением. С двухкратным. И... Ой, не Ширик, а этот портретник. Вот здесь он мне что-то лоб подмазал чуть-чуть. Как-то странно лоб выделяется. Не знаю, видно это заметно или нет. На первой фотографии, на второй тоже вот здесь как-то лоб. Он то ли размыл, то ли что. Странно. Почему он мой лоб посчитал, что его нужно размыть. Так, хотя вот здесь волосы вроде не размыты. Ну, в общем, как-то так. Я думаю, программное обеспечение будет еще улучшаться со временем. Потому что телефон новый, только вышел. И постепенно, помаленьку они будут допиливать. Хотя вот эта камера, модуль камеры уже был в прошлых моделях. Тоже всяких разных у Xiaomi. То есть, это для них не новая камера. Вот, они уже знают, как с ней работать. И ночной режим тоже есть. Давайте протестируем. Ночной режим очень хорошо. Фотки выходят светлые, без шумов. Четкие, нерасплывчатые, неразмытые. Все видно отчетливо, хорошо. Вот здесь еще одна фотография. Ночной режим работает очень неплохо. Как на флагманских телефонах. И что интересно, в режиме ночь можно даже видео записывать. Да, ребята, здесь еще телевик на 50 мегапикселей. Телевик с двухкратным зумом. Представляете, вот в чем оказывается дело. Двухкратный оптический зум 50 мегапикселей. Ну-ка, давайте попробуем на 2х. На 2х все должно быть просто идеально четко. На 2х. Ну-ка. Да, на 2х все идеально четко вообще. Даже дальние какие-то объекты можно сфотографировать. Качество будет отличное. Ну, а теперь фронталочка. 20 мегапикселей тоже навороченная. Так, нужно все сразу подключать нафиг. Всякие украшения. Ну, вроде ничего не включено, да? Ну, вроде ничего. А, вот, 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 вот здесь. Сбросить, сбросить. Все, сбросил. Похож софт по обработке с Poco X4 GT. Вот не знаю, мне почему-то напоминает Poco X4 GT. По обработке кожи. Там такая же примерно картина была. Не типичная для Xiaomi. Вот он фотоит на фронталку не так, как остальные Xiaomi. Не знаю, как это объяснить. Но там... Блин. Ну, тут вообще не похоже на Xiaomi реально. Темновато, во-первых. Не пересвечено. И кожа не красная, а естественных тонов. Но по детализации не идеально, но неплохо. Ну-ка. Вот тут брови мне не нравятся. Что-то брови какие-то все неотчетливые, да? Чуть-чуть как бы можно было бы получше. Вот эта нижняя часть снимка чуть получше вышла, как будто. Вот здесь вот часть волос хорошо, на которой свет падает. Вот здесь вот уже не особо. Ну, ладно. Фронталка. Угол обзора не увеличивается. Нет переключалки. Вот этот, типа, ну как, широкий угол. Портретник. На фронталке тоже присутствует. Ох ты! В портретном режиме как будто резкость выше на фотке получается. Смотрите. Блин, фронталка здесь какая-то необычная. Вот реально не похоже на Xiaomi по фронталке. Xiaomi обычно не такие фотки с фронталки дает. Немножко другого качества. Не могу сказать, что прям лучше, но более естественно, что ли. Более правдиво. Видны все какие-то неровности на коже. Более похоже на пиксель. Именно на пикселевские фотки. Все недостатки на коже прямо отчетливо видны. А в основном Xiaomi, наоборот, старается их как-то разгладить, смазать, сделать кожу более светлой, губы более красными, уши более красными. То есть то, что я здесь вижу, похоже немножко на Poco X4 GT. Там тоже такое наблюдалось. Нетипичная фронталка для Xiaomi. Ну а по видео, ребята, да, было бы здорово, если было бы хотя бы 4K 60 FPS. Ну а то, что стабилизация, я вот сейчас включил, сверхстабильная. Это просто реально как будто на каком-то стабилизаторе. Посмотрите, картинка вообще не двигается практически. Стабилизация, конечно, мощная. Но это если ее включить в настройках. Многие даже не будут ее включать. Это вот про стабилизации. Но качество падает. Качество падает до Full HD. Хотите 4K, будете снимать только с оптической стабилизацией, которая уже в камере предустановлена. Ну тоже картинка стабильная, но, конечно, не так сильно, как вот эти программные улучшалки. Такие, например, да. Тут уже вообще все идеально, ровно. Итак, что по звучанию. Давайте посмотрим, какой здесь фирменный рингтон. А фирменный рингтон здесь такой, как и на других телефонах, собственно говоря. Эй, как рингтону не добраться-то? Мелодия. Вот она. Ми. Фирменный рингтон. Блин, тут походу с двух сторон идет звук. И отсюда, и отсюда. Нет, все-таки вот отсюда звук идет. Не с этих отверстий. Вот с этого. В настройках можно выбрать Dolby Atmos, настроить пресеты, воспользоваться эквалайзером, настроить звук под себя, в общем. Dolby Atmos создает больше такого объема, что ли, при прослушивании музыки. Давайте посмотрим, насколько здесь можно расширить память, оперативную память. Заходим в настройки, расширенные настройки. Здесь расширение памяти. И 8 гигабайт можно добавить. Ну и аккумулятор. Аккумулятор стандартный на 5000 мА с быстрой зарядкой 67 Вт. А работает ли беспроводная зарядка? Сейчас мы это с вами и узнаем. У меня есть беспроводная зарядка. Вот она, пожалуйста. Сейчас мы ее подключим к PowerBank'у и попробуем зарядить этот телефон по беспроводу. Вот она, такая вот зарядочка у меня на 10000 мА. Подключаю к PowerBank'у. Так. Все заработало. И кладу телефон на беспроводную зарядку. Что у нас? А у нас ничего не происходит. Да, беспроводной зарядки здесь походу нет. Ну да. Не хочет заряжаться. Да, как будто Xiaomi немножко оставляет еще маневра для пространства для более дорогих моделей, чтобы они хоть как-то отличались от более доступных флагманов. Да, здесь уже сделали полноценную защиту от воды, но вот именно беспроводной зарядки пока еще не подвезли. По разблокировке мы можем пользоваться сканером, который находится внизу. Мы можем пользоваться разблокировкой по лицу, которая находится вверху. Все работает, как и должно работать на флагманском телефоне. Быстро и без каких-то ложных срабатываний или наоборот не срабатываний. То есть вот раз, два раза тапнул, загорелась эта область, палец приклал, приложил и все. Телефон разблокирован. Кстати, могу сказать так, что скользковатый он в руке. То есть если так держишь, что, блин, вот это скошенная сильно панель. И вот как-то он так прям немножко проскальзывает. Лучше носить, конечно, в чехольчике. Итого, какой вывод можно сделать про Xiaomi 13T. Постарались сделать крутую камеру, поставили неплохой набор камер, крутой ширик, крутую заднюю камеру, конечно, оптическую стабилизацию, неплохую фронталку, 4К-видео, оптическую стабилизацию, двухкратный зум оптический, процессор хороший от Mediatek, почти миллион баллов в Antutu, много памяти, быстрая зарядка, чехол, поддержка двух сим-карт. Из минусов, конечно, нету разъема для наушников, нету разъема для флешки, но это уже мало сейчас кого волнует. Еще бы я, наверное, сказал, что из минусов, блин, мне кажется, что он слишком какой-то скучный по дизайну. Это лично мое мнение, но мне кажется, какой-то он совсем неприметный. Когда покупаешь телефон за такие деньги, хочется каких-то эмоций, какого-то интересного ощущения, каких-то прикольных, что смотришь на телефон, а он как-то смотрится, а он смотрится как обычный какой-то телефон, вообще непонятно, что он дорогой. Вот эта камера, кстати, очень сильно торчит, и она как будто сильно утяжеляет телефон, то есть ты его держишь, и как будто вот эта вот часть все время хочет вот так вот перевесить. То есть он именно тяжел в верхней части, потому что здесь вот такая вот блямба из камеры с оптической стабилизацией, с телевиком, и вот она прям такая. Я помню, у меня так на Mi 11 Ultra было тоже, я офигел, какой там блямба, здоровая шайба. Я прям вот так вот перевешивал, короче. То есть, ну, и чуть-чуть скользковатый. Я бы сделал, конечно, панель вот эту заднюю крышку матовой, возможно, с какой-то нанесенной текстурой, чтобы лучше она в руке лежала, и, конечно, а так я буду носить его в чехле, потому что очень опасно вот с этой, и плюс она все время грязная будет, вот такая вот заляпанная, так что я лучше буду носить в чехле, который идет в комплекте. Ну, а так, в общем-то, неплохой телефон, но очень мощный, и если они выполнят еще обещание, что 4 года обновлять будем, то это будет вообще великолепно, то есть ты покупаешь, и ты действительно получаешь все новые прошивки, кайфуешь, про тебя не забывают, все приложения идут, потому что некоторым приложениям требуется свежая версия Андроида, вот, так что и ликвидность, я думаю, будет долго сохраняться, если он будет поддерживаться, если он будет долго продаваться, под него будут запчасти, под него будут аксессуары, я считаю, это неплохо. На этом все, всем спасибо за просмотр, это был обзор телефона Xiaomi 13T. Всем удачи, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok